Друзья, прямо сейчас, вот в эти секунды, по нашим коридорам идет наш именитый повар Массимо Герарди и несет с собой наши наивкуснейшие три вида пиццы. У меня уже слюнки текут, я готова кушать. Да, неспроста сегодня день пиццы, и я лично очень рад, что мы пригласили такого человека, с которым прямо сейчас общаемся. Ух ты, а я думала, вы не донесете от этого. Здравствуйте. С днем пицца. Ох, спасибо. Благодарим. Я вот забронила уже вот эту, можно мне еще поближе? Конечно, конечно. Все выглядит очень аппетитно. Очень аппетитно. Рассказывайте. Мы старались сегодня подготовить все. Посмотрите, начнем от королевы пиццы. Пицца Маргарита. Маргарита, конечно. Откуда началась? Не стареющая классика. Классика, ну, всегда эвергрейн. Здесь я вижу ананасы. Нет, какой ананас? Здесь бри, это 4 сыра. О-о-о, 4 сыра. Здесь бри, вергонзола. Ой, как пахнет, как пахнет. Европа, да? Бри, французский сыр. Вергонзола, итальянский сыр. Моцарелла, южная Италия. Эмментар, да? Я вот знаю одного француза, который побил рекорд и смог 30-сантиметровую пиццу съесть, внимание, за 41 секунду. Ростислав, ты думаешь, мы сейчас с тобой побьем этот рекорд? Я бы очень постарался, на самом деле, но я не думаю, что это будет выглядеть очень эстетично. Я думаю, что просто стоит попробовать. Да, а можно я вот так кусочек вот так прям руками? Руками. Конечно, руками. Я вот просто люблю руками все есть. Вот это тебе, ладно. Пицца у нас руками есть. Ладно, я вот поделюсь чуть-чуть с тобой. Отлично. Алина, ты обо мне подумал. Да, такое бывает редко, но все-таки. Расскажите, как давно вы являетесь поваром? Из чего вы начали? Я вообще учил в школу итальянского поваров. Потом работал в Италии несколько лет. Ну, это уже у меня сколько? 12 лет, я помню, да? Ну, я уже при школе как пиццеристом работал, пиццайолу вообще. Это пиццериста неправильно. На повара учатся 12 лет? Нет, на повара учатся 6 лет. Я 5 лет плюс 1 специализацию сделал. Ну, как-то, когда учишь, тоже работать надо. И начал с пиццы. Смотрите, 6 лет. Эти 6 лет включают практику в том числе. Практику. Что можно готовить 6 лет? Оля, ну, вы знаете, итальянская кухня огромная. Поэтому на 6 лет даже 10% не видите. Поэтому учить надо всегда. На кухне никогда не заканчивается учеба. Безумно вкусная пицца. Вы извините, что мы по ходу нашей беседы едим, потому что ну, оторваться на самом деле невозможно. Это правда. Ой, вкусно. И мы вас благодарим, что пришли. Мы вам вдвойне рады, получается. Итак. Какое блюдо еще в итальянской кухне стоит на первых рядах? Конечно, паста. Паста. Ну, спагетти, любой паста, да? Ну, в разных саусах, конечно. Но паста для нас это каждый день. Это еда каждый день. Я вот, извиняюсь, что перебиваю, я вижу на вашем, на вашей форме флаг Кыргызской республики. Вот. И Италия. Италия. Италия, да. Вот, Кыргызстан, как давно вы у нас пребываете? Я уже здесь почти 6 лет. Здорово. Чем вам нравится? Ой, у вас здесь хорошо прямо. Беспобода, природа хорошая. Да, безусловно. Что вас привело в нашу страну, скажите? Честно, не знаю. То-то мне не сказали. Я хотел вообще в Америку. У меня контакты были в Америку, были в Австралии. Работали чуть-чуть в Европе, да? Ну, говорили, Кыргызстан. Ну, как себе спорят. Или как глобус покрутили, и куда палец попал. Ну, говорили, Кыргызстан. Ну, на самом деле, Виталия никто не знает по Кыргызстану. У нас это как-то бывший Советский Союз. Ну, как-то они соинформировались чуть-чуть и сказали, поехали, посмотрим. Ну, а как ваши близкие отнеслись к такому вот вашему решению переехать в нашу страну? О, знаете, в первом время тяжеловато, конечно. Ну, потому что в Европе, когда слышишь Стан, Кыргызстан, это Афганистан. О, ну да. Это некрасиво. Ну, потом они пришли после года, посмотрели, все, им очень понравилось. Чем вас поразила азиатская кухня? Ведь все-таки это огромные две разницы. Да, разница колоссальная. У нас все блюда из мяса и теста. Просто абсолютно. Ну, у вас, да, в принципе, здесь мясо, тесто, морковка и так далее, да? Ну, я лагман люблю. О, мы подружимся. Лагманутся, тут все любят. Манты, может быть. Манты тоже. Ну, все. Старо вам. Мы с вами лучшие друзья. Хорошо. Насколько легко готовится пицца? И сколько вообще разновидностей есть? Я знаю, что более двух тысяч. Это правда? Даже и больше, наверное. Ого. Ну, пицца говорили, что у тебя есть в холодильнике. Угодно, что можно. Пицца — это такое вот блюдо импровизатора. Да. Правильно? Ну, пицца началась вообще без томатом, просто с маслом. Добавили базилик, чуть-чуть другой сыр, черный перец. Ну, потом пошли на томатом и на сыром, да, на моцареллу. Я слышала, существует какая-то легенда, связанная с появлением этого блюда. Якобы пришел достаточно бедный человек домой, сделал себе тесто и думал, ну что есть, ну что я могу себе позволить. Открыл свой холодильник и достал вот все, что было, совсем по чуть-чуть, по крупиночке, все это закинул в духовочку, вышла огромная красивая пицца. Это правда? Ну, есть такая легенда, да. Ну, на самом деле пицца очень-очень древняя, еще из-за древней Римы. Пицца, слово идет от слова, латинское слово pinza. Pinza — это pinzar, раздавит. Вот, раздавит тесто. Да, поэтому потом пошли, когда томата нашли. Пицца Маргарита, на самом деле, не так старый блюдо, этого где сто лет, может быть, сказать. Но Маргарита так называется, благодаря нашей королеве Маргарита, итальянской королеве, тут в Риме, да. Она пошла в Неаполе, на самую хорошую пицца Йолу, и пицца Йолу придумал. У нас пицца только была томат, чеснок, оливковое масло, и он добавил сыр, ей очень понравилось. Хочется сказать, что в нашей стране пиццу очень любят. Не только заказывают, но и сами пытаются готовить. Есть ли какие-то, может быть, лайфхаки, секреты, как приготовить идеальное тесто, какой ингредиент добавить, чтобы вкус был еще более ощутимым и так далее? Молодец, вот мне это важно знать. Слушай. Вы знаете, секреты есть, но это очень просто. Ингредиенты на тесто пиццы, они, на самом деле, три. Вода, мука, дрожжи. И все. Все, соль. И яйца, никакого масла нет, никакого молока там нет. Больше нет, молоко не надо, допустим, это... Ну, можно, это вариант, конечно. Ну, как-то в рецепт оригинал, мука, вода, дрожжи, соль. Все. Ну, все, вы мне значительно упростили жизнь. Да, это очень просто. Просто делать правильно надо. Я вот сейчас вижу, как операторы облизываются за кадром. Это значит, что нам пора прощаться с нашим гостем. Спасибо большое за то, что сделали наше утро по-настоящему вкусным. У нас в гостях Массимо Герарди, шеф-повар итальянской кухни. Спасибо. Спасибо.